Мастер-класс, давай сделаем так, увидимся, я просто покажу эту новую, чем я раньше не знал. Вот, а я расскажу, что у меня есть. Что? Я не знаю, что я надеюсь, что я надеюсь. Нет, нет, это не надедательно, а это промежуток времени, который может быть использоваться. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Мне было несколько поступлений, но я думаю, что эти поступлений были очень длинные для тех, кто... Я бы хотел, я бы хотел, чтобы однажды поселили с местным человеком и сделали типа... ...вотвижение в области... ...вотвижение от технологии отказания... ...ототом, о чём ты сейчас говоришь? ...от власти... ...от вообще разное. Собрать всё, что можно... Не хороший... ...потописать тоже, потому что... ...то очень классное. ...ты преподаёшь, а мне очень нравишься. ...но ты не забываешь. Сейчас полной школы, говорят, что я... ...очень. ...не говорят, что... У меня очень готовы. Ну я не знаю, я просто выслушу, что нет никакого. У нас очень много, достаточно высоких. Но между ними нет. Нет соединений, чтобы были люди работали над проектами. Так, как ты говоришь, я снимаю месяц, два, по годам, сорок лет. Вот об этом нужно говорить. И это нужно исследовать все время. И мне, в том числе, и в моем городе. Я понимаю, что об этом должен быть разговор. Фотография, Володя, этим-то и заключателем. Ей учиться можно всю жизнь. До смерти, до ста, до статистики учиться. И на результате быть недовольным. Ни собой, ни своим тульским. Раз ты недоволен, стал быть тренировым. Мне говорят. Будьте у нас участвовать. Вы же о фотографии знаете. Если бы о фотографии не было, то это было неинтересно. Я о фотографии не хера не знаю. Я ее чувствую. Я ее понимаю. Но это не моя задача знать. Это задача воскакивать. Березнера, искусственников, историков, вот вы знаете. А наша задача чувствовать. Я музыку вижу, фотографию слышу. Поэтому для меня, Володя, я несостоявшийся художник. И во мне сейчас, говорится, два человека. Вадимир Вяткин, в меру состоявшейся фотографии, не состоявшейся Вяткин, не состоявшегося Вяткину, во мне сейчас больше, чем стоящих. Я хочу, чтобы мои снимки звучали, чтобы в них была музыка, и чтобы в них были те изобразительные, есть теоретические возможности у художника больше. Скажите, пожалуйста, а если будет позволить на все, у нас ничего не получится? Мы могли вдвоем? Да, вот, есть аудитории. Я очень люблю. Ну, аудитория есть. Валерий Вяткин, у меня дома есть, «Эк» Наташку. Нет, я не имею в виду, нет. Здесь должна быть аудитория еще заполнена, с одной стороны, мы, а с другой стороны, они могут быть вопросы, и они прилюдно сидят. Это должны быть не фотографы, Володя, это должны быть истории, это должны быть истории, не психологические. Ты знаешь, вот, я написал письмо, но он, просмотр, меня не устраивает оценочная категория мирового пресс-фот. Если бы он был сейчас жив в пресс-фоте, и участвовал бы в пресс-фоте, А он тогда участвовал, он не получал… Никогда не будет участвовать. Это изобразительная фактология, это не с вас, это фактология. Я поразился тогда, когда вы впервые там начали, значит, он ничего там нет. Это изобразительная фактология, но это не изобразительное произведение. То есть я-то говорю о произведении, Что является врагом фотографии. Самый известный враг фотографии истории. Ее документы. Она вытесняется по художеству. Равновесие. Художество. Документальство. Самое сложное. Ну в какой мере? Вот об этом тоже. Они просто сейчас, понимаешь, все снимают то, что болеет стук под ногами. В мозге не нужно знать. Нужны длинные ноги, холодное сердце, бессердечное. И отсутствие. То есть интернет, длинные ноги. Любая съемка. Вы говорите, я не знаю, на землетрясение. Это экстремный человек. Это экстрем психологический, физиологический. Любой. Но, понимаешь, слишком легко снимать то, что болеет стук под ногами. Слишком сложно снимать то, что внутри. А то, что под ногами. Чем меньше ты умеешь снимать, тем лучше ты снимешь. Поэтому вот вопрос, что снимать, что не снимать, в какой мере. Зачем ты снимаешь? Я говорю, я не могу вас учить. Научить фотографировать невозможно. Такие физиологические невозможно. Я вас могу научить думать, фотографировать, а вы учитесь сами. Скорее всего, вы не научитесь. Потому что вы приносите одну фотографию в неделю. Мне надо, чтобы за неделю повезти 200 фотографий. Это опыт. Это опыт. Поэтому все думают, что, понимаешь, вот учить у нас... Меня никто не учил. Это все ложь. У меня Малышев учил там. Афер, Зельма. Афер, Терасевич. Нет. Я учился сам. Я прислушивался. То есть, мне важно было вот это вот. И вот это место. А не... Глаза это инструирует. Всего лишь на поле. От Бога. То есть, если Бог не дал музыкану, да учи его, не учи. Он не будет уметь. Назглибки не на барабане стучать. Если же Бог дал, то тебя можно приучить и развить, слышать, видеть и играть так, как он не играет. Ну, а научите фотографию. Я не могу это иметь. Мы можем набраться внутренней энергетики. Мы можем немножко перестроить мозги. Мы можем направлении струны. Ну, научите фотографировать это... Это от Бога. Вот ты видишь так великолепно. Я... Я вот сейчас говорю. Вы научитесь выигрывать. Ну, вот еще мне приятного вопроса. Вот когда вы научитесь радоваться за победу своих врагов и своих противников, научитесь выигрывать. А злорадствовать я умею завидовать. То есть, я не завидовал. Я буду кладкой. Больше женок, если имею в виду, в машине. То есть, у меня нет ни дачи, ни квартиры, ничего. Один сейчас. Много детей, которым я должен... А где? Нет. Слава Богу, у меня еще... Я занимаюсь фотографией, ничего. Мне не надо только тебя дать, там, заправлять машину, но я кризисную вещь. Поэтому, не знаю. Я с частыми человеком, я сам в себе завидую. Давай, договоримся, как им будет. Вот с кем, да, говорить. Что-то вам присутствует и записывает. А, я не знаю, господин, редактор. Это редактор журнала. Они получат. Кто-то, пожалуйста.